всем привет меня зовут алена и сегодня мы с вами будем делать цветы из гофрированной бумаги и заранее скажу что гофрированная бумага у меня производства италия плотностью 180 грамм потому что очень часто вы мне пишите что у вас не растягивается бумага или она вообще совершенно другая так вот только гофрированная бумага плотностью 180 грамм так хорошо растягивается еще хорошо тянется бумага плотностью 140 грамм из нее тоже у вас получится цветы но конечно они вас будут немножечко отличаться поэтому вы должны учитывать то что при использовании разной плотности бумаги у вас цветы будут отличаться я сделала цветы бархатцы и долго думала какие сделать и чего и сделать и вообще каким способом не хотел сделать легким способом чтобы каждый мог повторить но вы тоже должны учитывать одну вещь если вы делаете впервые цветочек и у вас не получилось это не проблема это нормально у всех и почти у каждого не получается с первого раза сделать что-то идеально поэтому попробуйте еще раз но если вы подписаны на мой инстаграм ссылки на все мои соцсети instagram telegram группу вконтакте все оставлю я в инфобоксе переходите и читайте подписывайтесь а теперь давайте приступать сами делать сами цветы для своих цветочков использую бумагу под номером 610 и 565 но номер 610 это вот такой красивый оранжевый цвет можно заменить на желтый посмотрите в интернете бархатцы и совершенно любого цвета долго думала долго делала и вот получилось что то такое знаете хотелось найти вариант который будет самым легким и простым для того чтобы не нужно было вырезать кучу маленьких лепесточков так что давайте с вами приступать отрезок 14 на 3 сантиметра я кстати заранее забыла включить камеру растягиваю только сверху да я не сказала мы с вами сейчас будем делать сам бутон собираем вот так гармошкой вклеиваем вовнутрь любую проволоку и снизу закрепляем клеем держите снизу хорошо чтобы у вас все хорошо склеилось но и будьте аккурат чтобы не обжечь пальцы затем сверху я затягиваю ниткой подклеиваю чтоб ничего не раскручивалась и будем делать чашелистика кусочек 5 на 4 сантиметра я сверху нарезаю мелко-мелко делаем мелкие зубчики после чего по краю склеиваю смотрите чтобы у вас не склеилась бумага полностью с обратной стороной выгибаем зубчики сверху в обратную сторону немножко пальцами делаем форму колокольчика как я ее называю и вовнутрь вклеиваем наш бутон и все очень хорошо зажимаем чтобы у нас все хорошо склеилось ну и конечно чтобы нитки у нас тоже сверху не было видно также не забудьте подклеить и снизу все хорошенько прокручиваем подклеиваем там где не приклеилась я еще ногтем вот немножечко то зажимаю чтобы у нас получилась красивая форма бутона этой первую ножку можно ножку утолщить при помощи обычных салфеток но я это сделала зря без утолщения было лучше вот бутон готов переходим к самому цветочку отрезок 30 на 3 сантиметра чем больше цветок тем длиннее полоска чем меньше цветок тем тоньше полоска и меньше ее ширина я складываю и буду использовать ножницы вот сверху с такой волной и обязательно оставлю ссылку где их покупала ну и конечно можно это все делать вручную но с другой стороны можно это не делать но хотелось чтобы лепестки сверху были все-таки более круглые ширина моей волны 5 миллиметров я вот так мелко нарезаю и ногтем хорошенечко выгибаю каждый лепесток там где у меня не разрезалась я еще разрезаю чтобы у меня не были сильно широкие лепестки ну и наверное создание вот этой полоски это самое трудоемкое что есть в этой работе делали полоску а теперь точно так же как бутоне мы собираем собирайте так сказать гармошкой как получается для того чтобы лепестки в нашей серединке смотрели в разные стороны вот такая штучка получается и снизу я все закрепляю клеем и тоже держу пока клей хорошо не остынет готова выгибаем в разные стороны лепестки получается вот такая серединка теперь нам нужно приклеить проволоку я взяла толстую проволоку и вклеила просто как получилось но самое важное снизу проволока у вас должна находиться посередине тогда ваш цветочек со всех сторон будет одинаковый ну а теперь как по мне самое простое берем две полоски 30 на 3 сантиметра в принципе у нас на весь цветочек ходит 3 одинаковых полоски сгибая полоску в два раза так будет работать быстрее и растягивают только верхний край очень сильно растягивайте верхний край нижние трогайте чтобы он у вас не растягивался и так делаю с двумя полосками это мы делаем ленивый вариант чтобы не вырезать каждый лепесток но если у вас время есть можете посидеть и вырезать каждый лепесток теперь наносим снизу клей делаем нашу полоску гармошкой и приклеиваем приклеиваем по кругу сверху можете не переживать впоследствии если где-то будет что-то неровно мы можем срезать приклеиваем постепенно полоску и самое важное смотрите на лицевую сторону вашего цветочка чтобы по итогу он у вас со всех сторон был одинаковым поэтому где добавляйте где убирайте делайте складочек чуть чуть меньше также все хорошо снизу подклеиваете таким же образом я приклеиваю вторую полоску и стараюсь ее приклеить уже чуть чуть ближе к нашей основе точнее к ножке нашего цветочка при желании можно добавить еще одну полоску бумаги можно 2 это уже смотрите вот видите у меня сверху немножко торчит поэтому я срезаю и получается красиво аккуратно форма цветочка также салфетка нам понадобится для того чтобы чашелистик последствия смотрелся снизу красиво и правильно из кусочка 5 на 5 сантиметров я делаю все то же самое что мы делали для чашелистика бутона я думаю на этом этапе видно для чего нам нужно снизу обмотать немного салфеткой лишнее обязательно срезайте все подклеиваете и можно обматывать тейп-лентой если нет тейп-ленты обматывайте гофрированной бумагой и и также при обмотке тейп-лента я добавила бутон теперь сами листья берем кусочек 10 на 5 сантиметров и начинаю нарезать вот такими маленькими листочками сколько их я даже не считала делал это все на глаз беру тонкую проволоку тейп-ленту начинаю приматывать сверху приматываю один такой листик и на расстоянии где-то 5 миллиметров где-то так я приматываю еще по два таких листочка приматываю все листочки теперь начинаем выгибать и будьте очень осторожны потому что если вы обматываете также какие-то и плентой не используя клей если вы сильно потяните за такой листочек то он у вас вылезет поэтому очень аккуратно выгибаем в разные стороны придавая листу форму Такой маленький букетик у меня готов, можно использовать его в совершенно любых своих работах, добавить в какую-нибудь из композиции. У меня на данный момент стоит вот так, посмотрим, что дальше буду делать. Ну я надеюсь вам понравился такой вариант моих бархатцев, если да, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео и до новых встреч, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»